Манас-Чи Салимбай Турсумбаев был одним из известных сказателей Кыргызстана. Во многом прославился благодаря самому варианту чтения отрывка Чонг-Хазат из Эпеса Манас. Шесть тысяч строк долго хранились на тетрадных листах и были доступны только в устной форме. Теперь с творчеством Манас-Чи можно ознакомиться в книге Чонг-Хазат. «Книги изданы не для продажи. Мы хотим, чтобы с творчеством нашего отца Салимбая Турсумбаева познакомились как можно больше людей, его мысли, воспоминания, биография, пройденный путь. Все это хранится в книге «Санаты Сансыс Салимбай». В книге Чонг-Хазат напечатан авторский отрывок из эпоса Манас «Чонг-Хазат». Редактором книги «Санаты Сансыс Салимбаев» выступил сын Манас-Чи Жилдысбек Турсумбаев. Он полгода по крупинкам собирал воспоминания у коллег и друзей отца. Сборник хранит более 40 мемуаров, которые чередуются с архивными фотографиями Манас-Чи. На кадрах юный Салимбай Турсумбаев начинает путсказителя, строит семью, получает первые призовые места. «По всей республике среди 20 тысяч начинающих Манас-Чи будут проводиться конкурсы. На них мы, Национальный театр Манас, будем рассказывать о таких великих сказителях, как Салимбай Турсумбаев. Они – наше достояние. Молодому поколению нужно знать, кем он был и какое наследие он оставил. В этом помогут и книги, которые мы выпустили совместно с детьми Манас-Чи». В презентации книг приняли участие известные сказители, поэты, общественные и культурные деятели. Участники мероприятия вспомнили творчество чтением стихов Салимбая Турсумбаева и почтили его память. Манас-Чи ушел из жизни в прошлом году из-за высокого артериального давления. «Салимбая Турсумбаева нет в живых, но его творчество продолжает жить. Перед Министерством культуры стоит задача – сохранить, развивать и приумножать это наследие. Салимбай Турсумбаев был отзывчивым представителем культуры, внес свой вклад в мир Манаса, особенно в регионе». Салимбай Турсумбаев родился в 1959 году в селе Каирман Джалабадской области. Он начал рассказывать Манас в 27 лет и мгновенно стал популярным сказителем. С 1992 года Турсумбаев участвовал в различных конкурсах по сказанию эпосы и становился победителем. До конца жизни он жил в городе Караколь в Джалабаде и работал энергетиком на Токтагульской ГЭС.